Привет, ребята! Добежал я до стадиона, побегал здесь минут 20, наверное, и вот нужно же записывать вам видео и отвечать на ваши вопросы. Поэтому вот здесь решил и записать в таких походных условиях. Не обижайтесь, если будет задувать ветер. Ну что, можно сказать, что вот меня немножко и накрыло. Вечером усилилась тряска, вот это чувство жара в груди, в верхней части живота, холод в конечностях, особенно вот мерзнут стопы. Ощущение такое, как при повышении температуры тела, то есть постоянное познабливание, которое то усиливается, то ослабевает, ощущение тревожного сердцебиения. Но при физической нагрузке эти явления проходят, то есть когда начинаешь ходить или бегать. Ну, скорее всего, это и есть этот ацидотический криз. Надо сказать, что в этот раз все происходит достаточно легко. В целом все хорошо, на коже уменьшается отек в проблемных местах. В общем, позитивные сдвиги начались и нужно сказать, что каждое голодание проходит по-разному. Когда-то проходит очень легко, когда-то очень тяжело. Вот в этот раз, в принципе, все идет по оптимистическому сценарию. В случае пока все вполне переносимо и достаточно неплохо я себя чувствую. Сон с перерывами, правда, такой тревожный, но это закономерное явление, это всегда так происходит. Каждый раз все по-разному происходит и нет никаких закономерностей. Все-таки тяжесть зависит от исходного состояния организма. Насколько он перегружен жиром, вот этими неудаленными продуктами метаболизма и прочими неприятными залежами. Если человек правильно питается и старается следить за физической активностью, то и голодание проходит проще. Сегодня я кратко расскажу о состоянии желудочно-кишечного тракта при голодании. Первые 2-3 суток обычно желудок и кишечник при голодании такие отчаянно требуют поступления содержимого, можно так сказать. Перистальтика усиливается, все это бурчит и урчит, даже пугает окружающих. Примерно на 3-е сутки где-то эффективность сокращения уменьшается и раз нет содержимого, нет работы, кишечник прекращает свою функцию, прекращается активное желчеотделение, логика понятна, организм не получает питания, он бережет энергию, зачем зря сокращаться и постепенно пищеварительные органы все засыпают. В норме желчь выделяется на поступление жирной и горькой пищи, а ее нет, и желчный пузырь не сокращается, печень тормозит выработку желчи. Поджелудочная железа тоже молчит, панкреатический сок выбрасывать некуда, потому что нет стимулов, кишечник парализован, но необходимо все же стараться очистить эти системы. Чаще всего профессионалы говорят о необходимости ежедневных очистительных клизм. Я прошел эту стадию и считаю, что это лишние хлопоты. Через 2-3 дня я использую обычно 2 очистительные практики. Первое это касторовое масло, как растительный жир, оно обладает выраженным желчегонным действием и усиливает моторику желчного пузыря, раздражает слизистую кишечника и через 4-5 часов появляется ослабительное действие. Второе это сульфат магния или в обиходе магнезия или английская соль действует по законам осмоса, то есть химического равновесия. Соль принимаешь в кишечник, при попадании в кишечную трубку вытягивает на себя воду из сыворотки крови и увеличивается содержимое кишечника и появляется слабительный эффект. Кроме того, обладает также выраженным желчегонным эффектом, она очень горькая на вкус. И этого, как правило, бывает достаточно при голодании до 7 суток. Если дольше, то где-то раз в 10 дней все-таки нужна очистительная клизма, но надо помнить, что она не дает никакого желчегонного эффекта и только очищает толстый кишечник. Для улучшения желчеотделения возможно питье горьких трав, полыни, пижмы и подобных, что будет оказывать желчегонное действие. Или крепкий кофе тоже будет способствовать желчеотделению. По поводу чая и кофе, а также отваров трав, здесь мнения специалистов по голоданию расходятся. Одни спокойно допускают питье минеральных трав, вот чая и кофе, конечно, без сахара или отваров трав каких-то. Считаю, что это никак не прерывает голодание, так как не содержит никаких питательных элементов, то есть белков, жиров и углеводов. Противоположная крайность – питье только дистиллированной воды, чтобы исключить поступление любых солей. А сторонники сухого голода даже не допускают чистку зубов, полоскание рта, умывание и, конечно, ни в коем случае под душем тоже мыться нельзя. Я не сторонник крайностей, и я сторонник здравого смысла и логики, поэтому пью и чай, и кофе, и минеральную воду, и даже принимаю иногда аспаркан, немного поваренной соли для восполнения электролитных потерь. Только в очень небольших количествах. Один из парней писал мне, как же вы воду пьете, она же вызовет отток желчи. Нет, никогда она отток желчи не вызовет. Любое питье воды, если она не горькая, она никакого действия на желчный пузырь и печень не оказывает. Печень стимулирует выработку желчи, и желчный пузырь сокращается только на поступление жиров. Любых растительных или животных. Кислота в желудке будет выделяться при питье, она сожгет. Ничего не будет выделяться при приеме обычной воды, кислота не выделяется. Желудочная кислота выделяется на поступление белка только. Если вы съедите кусок сала, желудочная кислота не выделится. Если вы съедите кусок мяса, то кислота выделится. Также, если вы съедаете морковку, никакой желудочной кислоты выделяться не будет. Кислота важна для денатурации белка, то есть ожоги кислотные на коже, представляете себе, она вся пузырями вздувается и белок кожи отмирает, если длительное воздействие кислоты концентрированной, то она прожгет все и мышцы и кости. А желудочная кислота таким же образом разрушает кусок мяса пережеванный, потом по мере его ощелачивания он продвигается ближе к 12-перстной кишке, а там уже среда щелочная, пилорический сфинктер открывается, это заслонка и дальше пищевые массы переходят в 12-перстную кишку. Так что на воду никакого отделения желудочной кислоты не происходит, что касается желчного пузыря и печени. Основная роль это эмульгирование жиров с помощью желчных кислот, никакого другого действия кроме горечи и жира на желчный пузырь не происходит. Рецепторы в 12-перстной кишке реагируют на поступление туда жиров или горькой пищи и тогда сокращается желчный пузырь, выбрасывает порцию желчи, которая смещивается с пищевым комком и начинается расщепление жиров. Поэтому вода никакого сокращения желчного пузыря не вызовет. И очень важно это конечно движение, важны упражнения с глубоким дыханием, которые сопровождаются. Например там наклоны назад и вниз с глубоким выдохом, при дыхании опускается диафрагма, оказывается давление на верхнюю часть печени, при выдохе уменьшается внутри брюшное давление. И плюс вакуум живота, это такой активный массаж органов брюшной полости. И плюс длительная ходьба или легкий бег, плюс силовые упражнения, приседания, отжимания, подтягивания. Совсем не обязательные отягощения никакие, а если отягощения то очень небольшие, вот у меня гирьки 16-килограммовые и не больше. Поддержать тонус и активность мышц и активизировать метаболизм. Завтра планирую целевое видео о действии голода на мочеполовую систему мужчин, возможно, возможную борьбу с помощью голодания с простатитом и синдромом хронической тазовой боли. Хочу информировать, мои постоянные подписчики знают, кто не знает, существуют закрытые группы мужского канала Уролога на платформах Бусти и ВКонтакте, ссылки в описании. И на моем сайте Eurotesting.ru вы можете участвовать в программе «Мужское решение». Я могу оценить ваше состояние здоровья и в соответствии с вашими индивидуальными особенностями могу дать вам рекомендации, модификации образа жизни по питанию и прочим мероприятиям, которые вам помогут укрепить ваше мужское здоровье. Ну, а завтра будет следующий день, шестой день голода. Увидимся. Всем мира, здоровья и оптимизма, как всегда. До встречи.